об альтернативе что делать можно еще с деньгами и в то же время не попадать в истории как финансовые пирамиды какие-то сомнительные истории но и в то же время то есть хотят сохранить деньги с другой стороны присмотреться и к ценным бумагам то есть понять их возможности но с другой стороны тут возникают вопросы а как делать первый шаг с чего начинать и чтобы этот шаг действительно был правильным чтобы потом не жалеть и опять не уходить в ту же историю альтернативных инвестиций на самом деле эта тема сейчас очень популярная да то есть мы создаем портфели и очень многие стали задумываться о двух вещах что показывает о том что это действительно будем и так приходит с первое о чем люди задумываются это однозначно о пенсии и если которые вышли это действительно очень хорошая альтернатива то есть человек понимает он может положить деньги может получить там нового льготы это действительно очень все здорово да то есть это видно что в этом плане сейчас россия начинает идти какими-то семимильными шагами но тут проблема в том что надо образовывать людей вот это основная проблема с люди не готовы люди не знают что это такое те которые знают такие делают первые осторожные шаги и второе это это люди стали задумываться о том чтобы своим детям откладывать деньги очень многие клиенты пишут что помогите создать портфель то есть кто-то просит на америке кто-то на российском рынке принципе вы же понимаете что когда ты создаешь долгосрочный портфель ты уже человеку объяснить что вот это основная проблема деньги нельзя трогать 10 лет попробуй по идее объясни русскому человеку деньги нельзя трогать 10 лет это такое ощущение человек сразу начинает нервничать ну как так я его потрогать даже не могу по сути дела потрогать ты можешь а сделать с ними ничего не можешь то есть по сути дела естественно за инвестиции берется два момента момент 1 это практически все стандартные сейчас работают по системе райдалио да это по сути дела он говорит так из из инвесторов вот такой величайший инвестор хотя там тоже очень много парадоксов это человек который по сути дела за все время там за 40 лет существования своего фонда чуть чуть больше даже он практически было всего несколько лет когда он там побил рынок а да но но благодаря его системе по сути дела в которую входят дивидендные акции в которую входит золото в которую входят нефтяные ETF и да и благодаря тому что сейчас есть ETF которые спаевые фонды которые можно купить с очень низким процентом владения потому что если тех очень дорогие например два процента в год а мы стараемся выбирать ETF очень дешевые 0 304 процента сейчас мы стали делать евровые портфели это практически никто не делал то есть там не просто есть европейские ETF и мы сейчас специально для одного клиента который живет за границей мы ему готовили европейский портфель потому что в европе один большой минус это отрицательная доходность и по сути дела ты кладешь деньги там швейцарский банк даже германия там получаешь минус по счету поэтому мы принципе готовим и портфели для своих клиентов при том как бы мы только готовим для людей кто нас знает то есть мы нигде не рекламируемся мне не нужны клиенты у нас в принципе с этим все хорошо и там надо человеку объяснить что ты действительный трогожник и туда входят и ETF которые торгуют дивидендные бумаги то есть специальные да я расскажу тебе так как мы находимся на территории российской федерации расскажу историю конкретную которая вот на протяжении там с 2009 года я в россии первый раз и это у меня сотрудник один был когда я здесь работал николай по сегодняшний день что он делал то есть это какую-то книжку он прочитал я не спрашивал какую но каждый месяц 10 процентов своего заработка он кладет российские дивидендные бумаги при том топовые до газпром сбербанк очень многие бумаги которые по-простому платят высокие дивиденды которые остаются бильные дивиденды и абсолютно будем говорить так наплевать на цену что Gelb все ребята нормально он берет по простому каждый месяц 10 процентов на первое число полку коколам получил замплату и 10 процентов то есть у него довольно-таки высокая зарплата с которого можно себе позволить ест встречные люди там с ней высокая зарплата могут себе позволить пять процентов вопрос 1 сколько ты можешь себе позволить мы также это можно делまで он делает, естественно, это должно быть очень стабильно, то есть это, например, можно сделать раз в квартал, раз в полгода, он делает раз в месяц, по сути дела, даже когда была высокая волатильность, плохая волатильность, и рынок очень сильно провалился, там в 2008 году, и взяло несколько лет, чтобы он окупился, но по сути дела, там статистика приблизительно такая, что через 12-13 лет стандартных, у тебя количество дивидендов, которые ты получаешь от инвестиций, его становится с головой достаточно, чтобы ты не реинвестировал свои собственные деньги, а реинвестировал просто дивиденды, вот это огромный плюс, то есть по сути дела ты уже не должен накладываться, и по сути дела в этой ситуации начинается то, что твои дивиденды начинают потихонечку, там, либо тебя кормить, либо увеличивать по-простому твои накопления, ему 35 или 36 лет сейчас, и вот он, по-моему, этим уже занимается, на моей памяти, там, 10-11 лет, да, поэтому сейчас это действительно становятся благоприятные тенденции, и, как ни странно, после, у меня было несколько клиентов последние, которые, будем говорить так, сделали какую-то хорошую сделку, или что-то продали, или действительно где-то там получили какой-то контракт, и у него есть какая-то, как американцы говорят, ламп сам, то есть есть какая-то сумма денег, денежная масса, и человек говорит, вот сделайте мне портфель, да, таких портфелей, в принципе, довольно-таки много сделали, и раз в год этот портфель ротируется, то есть это не просто там купил и забыл, да, в данной ситуации то, что делаем мы, мы либо два раза в год, либо три раза в год, бывает четыре раза в год, от чего зависит периодичность, периодичность зависит от, будем говорить так, волатильности портфеля, если портфель, то есть не было никаких резких скачков волатильности по индивидуальным инструментам внутри года, то портфель ротируется только раз в год. Если, например, была ситуация, нам очень помогло, что когда S&P провалился, очень сильного сейчас было падение на 20%, мы, по сути дела, вышли из нефти, в которой мы сидели в лонгах, и на кусочек того, что мы продали нефть, мы докупили S&P, S&P поднялся вверх, и у нас резко возросла доходность. То есть что происходит? Ты ротируешь, я просто расскажу, это никакие не секреты, секрет заключается только в двух вещах. Это составляющая этого портфеля, потому что это очень важно. Именно составляющая этого портфеля, там 8 составляющих и долевое участие. Потому что очень многие люди открывают книгу, смотрят, но они не понимают одну вещь, что в связи с тем, что на рынке появляется волатильность, она меняется, растет или падает, ты обязан менять процент присутствия данного инструмента в той или иной группе. Поэтому мы, в принципе, как бы занимаемся этим полупассивно, это не источник дохода, только те клиенты, которые у нас по-простому, мы занимаемся активным управлением, они иногда приходят и говорят, там, Александр Михайлович, купите мне на миллион долларов, на миллион рублей, не важно абсолютно, сумма не принципиальная. И, как ни странно, эти люди иногда отходят от классической схемы, например, еврооблигации или еще что-то, и хотят именно получить вот такой вот портфель. Плюс мы подбираем дивидендные бумаги, которых на самом деле очень много на американском рынке. И большой плюс именно... А какая доходность там оптимальна? Ты знаешь, ты не поверишь, человек может зайти и послушать просто меня, зайти на финвиз, да, вот мы можем сейчас с тобой зайти посмотреть. И я смотрел, у меня сейчас семена, и мы вчера смотрели, есть доходность иногда по компаниям, которые занимаются недвижимостью, 20,5%. Над риск, я надеюсь. Да, риск есть, конечно. Давай скажем так, ну, я не люблю слово без риска, потому что такого не существует, но будем говорить так, с нормальным, адекватным риском, 5-6% годовых, ну, например, давай скажем так, я тебе задам вопрос, хотя ведущий сегодня у нас ты. Ты знаешь, что есть такая компания Nissan? Конечно. Риск или не риск? Там нужно посмотреть. Я считаю, что риска нет вообще, потому что это третий самый большой производитель машин, именно по количеству, там, после Хонды и Тойоты в Японии. А на ней платят 6,6% дивидендов. Только люди должны понимать одну вещь, что Nissan не стоит на одном месте. Если он растет, естественно, доходность падает, если он падает, доходность растет. То есть, по сути дела, например, я эту бумагу просто сам себе покупаю в портфель, да, она платит на сегодняшний день 6,6% или 6,7% дивидендов. Это очень высокий дивиденд. Хотя, буквально где-то полгода назад был очень сильный катаклизм, когда просто вот топовый гигант General Electric перестал платить дивиденды. Первый раз за 104 года. Просто дивиденды упали, акция очень сильно упала. Но она потом в два раза поднялась. То есть, она упала до 5,80 и тут же поднялась до 13 долларов. То есть, по сути дела, те, которые там где-то потеряли дивидендную доходность, да, и купили там по низам, акция в два раза возросла. А так до этого она по-простому, по-разному, там падала по чуть-чуть. То есть, здесь совет один людям. Это для того, чтобы, не зная брону, не лезьбон. То есть, надо сесть, надо почитать, посмотреть. И я недавно на Фейсбуке выложил статью, которая звучит приблизительно так, что те люди, которые не начинают задуматься о своей старости, они изначально проигрывают. Потому что ты должен задумываться, ты должен просчитать, сколько ты можешь отложить, сколько ты можешь зарабатывать. Нет цифр много или мало. Понятно, что если к тебе приходит человек, которому 60 лет, он уже очень сильно опоздал. Но молодежь или там родители, там, 20-летнего мальчика, которому, по сути дела, по 40 лет, да, они такие вещи обязательно должны обращать на это внимание. Ну, это адекватно. Если человек хочет смотреть дивиденды, все предельно просто. Есть такая веб-страница, которая называется Finviz. Я думаю, что вы можете ее показать. Она абсолютно бесплатная. Человек может зайти, там есть такое окошко, которое называется Dividend Deal, то есть количество дивидендов. Вот там уже хитрости есть. На что обращать внимание? Первое. То есть, по сути дела, это должно быть что-то реальное большое. Например, как Verizon, компания, которая платит 4% дивидендов. Это должен быть компанией, как McDonald's. То есть, человек должен относительно смотреть, чтобы акция была не в самых верхах, потому что он погонится за 4% дивидендами. Если акция упадет на 30%, он и будет 5 лет отбивать. Будем говорить так. То есть, это, как говорят, так называют, это еврейский бизнес. Переложили с одного кармана в другой. Дальше человек должен посмотреть, чтобы инструмент там очень долго платил дивиденды и не урезал их. Следующий пункт там, это, как я говорю, все сколько лет. 10-20. 10-20. Да. То есть, 2-3 года это не показательно, потому что очень многие компании, для того, чтобы повысить себе себестоимость, начинают платить какие-то дивиденды. Дальше. Надо очень внимательно смотреть, какой это сектор. Поэтому, Филипп Моррис, да, который там PM акция, которая платит дивиденды, они будут всю жизнь платить, потому что всю жизнь все равно люди будут курить. Филипп Моррис постоянно будет платить дивиденды. Макдональдс компания, которая будет платить постоянно дивиденды. Это конгломерат. То есть, обязательно нужно смотреть, в какой, будем говорить, секции компании находится. Что это секция? То есть, это миллиардная компания, 10-миллиардная, 20-миллиардная. То есть, там есть, например, вот такая картиночка, да, где можно посмотреть, какого размера эта компания. Средняя, маленькая, медиум, большая, очень большая. Естественно, нужно выбирать, чем больше компания, естественно, тем меньше дивидендов она будет платить. Дальше есть одна очень проблема, сектор есть, о котором я хочу, как бы, остановиться. Это сектор недвижимости. В Америке этот сектор недвижимости, кто платит самые большие дивиденды? Самые большие дивиденды платят нефтяники, самые большие дивиденды платят, там, золото добывающие компании, они большое количество денег отдают на дивидендную доходность. И недвижимость, да, они платят самые большие дивиденды. Вот тут очень внимательно нужно смотреть. Например, если ты выбираешь недвижимость, недвижимость подразделяется, там прямо написано, какая это недвижимость. То есть, если это недвижимость гостиничная, это одно. Если это недвижимость молы, торговый центр, это другое. Я бы там не делал, потому что ритейл убивает, и ритейл на самом деле очень слабый, и в большей степени работает сейчас онлайн. И есть очень сильные, так называемые, ритейл, то есть, это ETF или акции, которые занимаются недвижимостью, это акция, которая владеет госпитулями. Субтитры создавал DimaTorzok